Кто это тут у нас? Всем привет, я Анна Оськина. И сегодня у нас пополнение кошачьего семейства. Мы будем делать котят для пушинки. Сразу скажу, что комментариев с просьбой сделать котят пришло очень много. Ведь котятки это вид сплошной мимими. С голубыми глазками и сидит девочка. А стоячий котенок с рыжими полосками на спинке мальчик. Друзья, но у них еще нет имен. Прошу вас, придумайте и напишите под видео им имена. А потом я выберу из ваших комментариев и завтра объявлю, как же хочу их назвать. Давайте назовем их вместе. Ставь лайк, если тебе нравятся котятки. И подписывайся на канал, чтобы не пропустить, как же я их в итоге назову. Но переходим же скорее к мастер-классу. Для котят я выбрала белую полимерную глину Фима. И для работы понадобятся моделирующие инструменты. Но на самом деле здесь можно обойтись даже одной зубочисткой. Как и морду кошечки, лепить я буду на обратной стороне рюмочки. Это очень удобно. И начинаю. Катаю шарик белого цвета и помещаю на рюмочку. Иголочкой размечаю центр мордочки. И моделирующим инструментом делаю углубление под глаза. Глазками у этого котенка будет бисер. Я выбрала вот такой вот изумрудный оттенок. Мне кажется это очень красивый цвет для глаз. Помещаю бисер в углубление. Катаю три шарика. Два побольше и один поменьше. Два шарика побольше будут щечками. А один шарик поменьше будет подбородочком. Устанавливаю эти шарики на мордочку котенка. Катаю маленькую капельку и помещаю между глазами. Это будет переносица. Вокруг глаз котенка помещаю маленькие кусочки полимерной глины. Вытянутые в нить. Чтобы глазки были окружены шерстью. А глаза были глубоко посажены. И основная масса мордочки готова. Теперь можно придать шерсть. В отличие от большой мамы кошки. Здесь шерсть я буду делать более пушистой. Чтобы котеночек получился просто таким комочком шерсти. Поэтому я не делаю маленькие полосочки. А взрыхляю поверхность полимерной глины. Это можно делать тоненькой иголочкой. Либо острым концом деревянной зубочистки. Мне кажется, что зубочисткой это делать удобнее. Поэтому я всю остальную шерсть взрыхляла именно зубочисткой. Чтобы зубочистка была острее. И необходимо ее немножечко подточить ножичком. Когда выполнила шерсть на всей мордочке. То присоединяю носик. Силиконовым моделирующим инструментом формирую носик. Делаю ноздри, углубление. Беру капельку из полимерной глины. И спицей делаю в ней углубление. Получается форма уха. Делаю два таких уха. И размещаю их на голове котенка. По бокам. Конечно же на ушках тоже должна быть пушистая шерсть. Поэтому с обратной стороны уха я аккуратненько обрабатываю поверхность зубочисткой. Взрыхляю ее. Нужно именно легонечко ковырять поверхность. Вот такая мордочка у меня в результате получилась. И отправляю ее выпекаться на 20 минут при температуре 110 градусов. И пока первая голова выпекается. Я сделала еще одну с голубыми глазками для девочки. Голубые глазки это голубой бисер. И тоже отправляю голову запекаться. Пока головы запекаются нужно сделать лапы. Катаю длинную белую колбаску и нарезаю на 8 частей. Каждая из частей будет маленькая лапка. Беру одну из частей и начинаю ее взрыхлять. Ведь лапы тоже должны быть пушистыми. Кончик лапки загибаю. Чтобы получилась подушечка с пальчиками. И ковыряю поверхность на этой лапке со всех сторон. Чтобы получилась пушистость. Делаю 4 прямые лапы для стоячего котенка. 2 плоские лапы для сидячего котенка. И 2 маленькие коротенькие лапки для задних лап сидячего котенка. И отправляю лапы запекаться. После выпекания снимаю головы котят с рюмочек. Посмотрите какие миленькие. Катаю 2 шарика белого цвета из полимерной глины. Чуть побольше головы. Это будут тела котят. И начинаем соединять. Начинаю со стоячего котенка. Мордочка у него плоская. Поэтому с обратной стороны нужно прилепить полимерную глину. Чтобы был затылок. Чуть-чуть вытягиваю тело. И прикрепляю к нему голову. В тело втыкаю стоячие лапы. И заделываю места стыка. Чтобы получилось как будто лапы именно растут из тела. После этого необходимо сделать шерсть. Аккуратно придаю фактуру острым концом деревянной зубочистки. Взрыхляю поверхность. Чтобы получилась такая вот пушистость. Но я хочу чтобы у этого котенка были рыжие полоски на спинке. Для этого я катаю оранжевую полимерную глину в ниточку. Нарезаю на три кусочка. Также немножечко расплющиваю эти кусочки на рабочей поверхности. И присоединяю эти плоские кусочки на спинку. А затем взрыхляю спинку вместе с этими оранжевыми кусочками. То есть этот оранжевый цвет это тот же самый пушистый мех. Хорошенечко обрабатываю котенка со всех сторон. Взрыхляю поверхность полимерной глины. Присоединяю маленький тоненький хвостик. И отправляю запекаться. Теперь делаем девочку. Из шарика для тела я делаю длинную капельку. Потому что кошечка будет сидеть. Здесь также на голову этой кошечки необходимо приделать полимерную глину. Потому что мордочка плоская. И нужно сделать затылок. Но в данном случае взрыхлять тело. И голову я буду отдельно. К телу капельки присоединяю передние плоские лапки. А внизу по бокам присоединяю маленькие задние короткие. И после этого точно так же взрыхляю всю поверхность тела. Необходимо проработать все участки. Кончик зубочистки вы погружаете в полимерную глину. И делаете маленькие круговые движения. Как будто бы ковыряете круги на поверхности. И из-за этого пластика становится более воздушный. Более пушистый. И создается мягкий эффект. Котята получаются просто комочками шерсти. Когда обработала все тело. Катаю кусочек полимерной глины. Отрезаю кончик. Это будет хвостик. Хвостик присоединяю сзади тела. И взрыхляю его. Точно так же как и все тело. Чтобы он получился пушистым. У стоячего котенка хвостик делается точно так же. Когда обработала все тело. Взрыхляю поверхность головы с обратной стороны. Там где я налепила пластику. И после этого присоединяю голову к телу. Дорабатываю все детали. Загибаю хвостик. Прорабатываю какие-то места где что-то не доделано. И вот такую милоту отправляю запекаться. После запекания необходимо сделать зрачки. Зрачки я делаю тонкой черной капиллярной ручкой. Мне кажется что это удобнее чем кисточкой и акриловой краской. Потому что котята очень и очень маленькие. А носик раскрашиваю розовым фломастером. Получается очень мило. У второго котенка делаю все то же самое. И в результате у меня получается целое семейство. Мама кошка и два маленьких котенка. Девочка такая же беленькая как мама. Но сыночек получился с оранжевыми полосочками. Видимо он пошел в папу. Как я уже говорила в начале видео. У котят пока нет имени. И я предлагаю вам придумать им имена. В комментариях под этим видео напишите. Как бы вы хотели назвать этих котят. А если вам понравился какой-то вариант. Который уже предложил кто-то другой. То обязательно ставьте лайки. И мы посмотрим какие варианты самые-самые интересные. Я прочитаю все ваши комментарии. И сделаю выбор. Ну а завтра в завтрашнем видео я объявлю результат. Как же я все-таки решила назвать этих котят. И обязательно прикреплю комментарии. Которые мне понравились. Не забудьте поставить лайки этим милым котятам. Ведь они действительно прям ми-ми-ми. И на рукаву куклы они смотрятся тоже очень мило. Подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. И до новой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok